Ну а начнем мы с темы, которая сейчас в центре внимания всего мира. Военный конфликт, фактически война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Напомню, 7 октября регион стал еще одной горячей точкой на карте, и все эти дни продолжаются обстрелы, гибнут люди. На сегодняшний день известно, что в ходе столкновений количество жертв с обеих сторон превысило 4000 человек, ну и 1000 раненых. Тем временем Израиль наращивает силы на южной границе, стягивает военных и технику, готовится к вторжению в сектор газа. Именно сегодня Цахал, так называется армия Израиля, планировала начать наземную операцию на территории Палестины, но наступление отложили из-за погодных условий. И судя по всему, ситуация на Ближнем Востоке может только усугубиться. Иран на фоне бомбардировок сектора газа заявил, что готов мешаться, если Израиль продолжит военную операцию. Спасаясь от бомбардировок с воздуха, жители газа бегут на североавтономии. Тем временем израильские силовики сообщили о ликвидации одного из командиров радикальной группировки «Хамас» Билал-Аль-Кедра. Цахал считает его ответственным за нападение на коммуну на юге страны. Именно там, неподалеку, проходил музыкальный фестиваль, десятки участников которых были убиты боевиками «Хамас». Еще десятки взяты в плен. И среди них не только жители Израиля, но и иностранцы. Смогут ли стороны на этом этапе все-таки сесть за стол переговоров, чтобы избежать дальнейших жертв? Пока сказать сложно, многие страны призывают именно к такому регулированию конфликта. Так, ну а прежде чем перейдем, как это говорят на телевидении, к другой теме, я хочу напомнить, дорогие друзья, зрители Айрана, пожалуйста, ставьте лайки и пересылайте ссылку на этот стрим всем вашим знакомым, друзьям, коллегам. Это очень важно. Напомню, что мы с Аней договорились, и все никак у нас не получается преодолеть вот этот вот рубеж в 2000 зрителей онлайн. В прошлый раз Адель говорила, что ты преодолела, потом мы провели внутреннее расследование, оказывается, не преодолела ты этот рубеж. Но не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило, и нам всем не хватает чуть-чуть до 2000 человек онлайн в нашем стриме. Видео и так набирают очень хорошо, но давайте немножко поднажмем, и чтобы у нас было 2000. Сейчас всего 265 человек онлайн. Ну и следующая новость. Грустная на самом деле. Астанинские врачи назвали предварительную причину смерти мобилографа группы Ирина Кайратовна. Это острый геморрагический панкреонекроз. Ну, в общем, такая острая форма панкреатита. Вот эта трагедия произошла в субботу в Астане. Точную причину смерти назовут только после токсикологического исследования, которое может занять до двух недель. Трагедия на концерте Ирины Кайратовны произошла, напомню, 14 октября в столице. Перед стартом мероприятия 21-летний мобилограф Шахнас Желкайдаров упал прямо на сцене. И позже стало известно, что парень скончался. Ребята из Ирины Кайратовны, они вышли к зрителям на сцену, сообщили об этом. И концерт, понятное дело, пришлось отменить. Деньги за билеты музыканты обещали вернуть. Ну и предстоящий тур по Европе Ирина Кайратовна тоже посвятит памяти Шахназа. Ну, что тут сказать, Ань, наверное, вот по-другому ребята из Ирины Кайратовны не могли поступить. И очень такое правильное решение. Да, ну вот так вот. Печальная новость. Да, мы продолжаем эфир. Еще раз, ребят, ставьте лайки. Нас сейчас смотрит 289 человек. Давайте поднажмем. Мы вас верим. Мы вас верим. Не забывайте ставить лайки. Это очень помогает продвигать выпуск. Да, двигаемся дальше. Впереди у нас еще много интересного. Поговорим про жалобы на систему... Когда про образование, про медицину начинаешь говорить, начинает свербить в горле. Врача? Нет. На систему медстрахования. Да. Почему мы не можем получать нормальные медуслуги? Вот об этом много разговоров в последнее время. Да, вот мы еще обсудим украденные активы олигархов, риск экстрадиции из Казахстана в Россию активистов, выступающих против Путина и войны. Об этом мы ближе к концу выпуска поговорим с российской журналисткой Евгенией Болтатаровой. Дождитесь этого обязательно. Ну, а теперь про многострадальную систему медстрахования, или, как ее коротко называют, ОСМС. Почти 4 года, как мы живем в этих новых реалиях медобслуживания. Но многочисленные жалобы со стороны граждан на эту систему не прекращаются. С кем бы ни говорила на эту тему довольных, ну, правда, мало, а платежи фонд медстрахования на минуточку обязательные. Составляют 5% от дохода. Например, если человек зарабатывает официально 300 тысяч тенге, то уже месячно в фонд идут 15 тысяч в год. Это получается 180 тысяч тенге. И если взять примерное числение в целом по стране, то в год это сотни миллиардов тенге. Так что суммы там аккумулируются приличные. А вот к качеству услуг много вопросов. Да, ну и сразу вспоминается вот эта вот история, что медицинское страхование в нашей стране – это такая не новинка. Была какая-то громкая скандальная история еще в 90-х годах. Звали руководителя фонда. Лапкер Иманбаев, да, в 98-м он по официальной версии сбежал, прихватив с собой вот накопленные фонды деньги, а это около миллиарда тенге. Да, ну и вот нынешняя система обязательного медицинского страхования, она похожа, отказаться от взносов нельзя, налогоплательщиков просто не будут обслуживать в поликлиниках, если они не будут выделять на это деньги. И рассчитывать в этом случае можно будет лишь на первичную и экстренную помощь. Но даже если исправно делать взносы, все казахстанцы знают, что не факт, что обслужат нормально, потому что, ну понятно, мы все ходим в больницы, и прежде чем попасть к узкому специалисту, обязательно визотерапевта он должен сказать, что тебе необходимо на самом деле попасть к этому узкому специалисту. Потом еще ставят в очередь, очередь бывает длинной, ну и прежде чем попасть вот к этому бесплатному врачу, приходится выстоять такую длинную очередь, что иногда легче пойти к платному, да, чем дождаться бесплатного. Ну вот многие так и делают и платят фактически дважды, дважды, да, один раз, когда платят этот взнос в ОСМС, а второй раз, когда просто идут платно к нужному специалисту. В общем, сколько было случаев еще, когда человек вообще не появлялся у врача, а потом выяснялось, что были записи о том, что он ходил на приемы, то есть это по собственному, как бы вот, как сказать, по собственной инициативе, фактически врачи поликлиники занимались приписками. Ну и вообще за каждый прием поликлиника получает деньги из фонда и такая вот схема, она способствует тому, что наши с вами обязательные взносы растаскивают. Ну об этом все знают, много говорят, но меняется ли здесь что-то, тут есть сомнения. Вот на эту тему мы сегодня хотим поговорить с председателем партии ОСДП, депутатом Мажелиса Асхатом Рахимжановым. Асхат Нурмагамбетович, добрый вечер, как нас слышно? Добрый день, слышу вас хорошо, вы меня как слышите? Отлично. Как вы считаете, почему вот так много претензий к нашему медстрахованию, что с ним не так? Давайте выделим главные причины. Да, ну то, что вы уже начали рассказывать, это как бы не новое, это повсеместно встречается. Конечно, можно говорить о разных причинах, но факт налицо. И делая депутатский запрос в первой сессии, мы, естественно, отталкивался в первую очередь от жалоб граждан, избирателей, с кем мы встречаемся, с кем мы разговариваем. Да, ну здесь, конечно же, нужно говорить о справедливости, в первую очередь о том, насколько эта система медицинского обслуживания населения, насколько она справедлива, насколько она удачна. Конечно, сразу сделаю поправочку, там вы говорили 5%, 5% это да, тут уже делится, 3% это работодатель, 2% работник оплачивает. Это на кубкости. Ну, в целом, да, идет из кармана, из его доходов, когда бы он мог бы их потратить на что-то там другое. И очереди бесконечные, то, что вы говорили, они тоже имеют место быть. Если, допустим, записались к терапевту, ладно, да, он принял, а к узкому специалисту там уже намного сложнее. И она занимает, может быть, и недели, и две недели занять вот это вот обследование. А если получать, к примеру, путевку на санаторно-курортное лечение, то это можно и месяцами проходить. Ну, там очень много, на самом деле, подводных камней. Почему эта система не работает, на самом деле, большой вопрос. Я заходил на сайт Фонда обязательного социально-медицинского страха Ивановича, видел эти отчеты там, красивые все цифры. Но реальность, она иная. Реальность другая. На самом деле, люди не получают должного медицинского обслуживания. Даже если и получают, то многие жалуются на, скажем так, на качество этого медицинского обслуживания. А если уже говорить дальше пойти о сельских жителях, то там вообще трагичная ситуация. Да, мало того, что у них там и работы там особой нет, так еще у них и до пункта оказания вот этих медицинских услуг. Допустим, не в каждом селе есть ФАПы, в районы центр ехать тоже достаточно далеко. Даже приедешь, нужно дожидаться специалиста очереди. Так что вопросов, на самом деле, много. И насколько нужна нам эта система медицинского, обязательного медицинского страхования, тоже вопрос, да, мы вот считаем, что наша партия всегда считала, об этом говорила, что медицина, образование, наука, ну, медицина, образование, две такие стратегические важные сферы для нашего общества, для любого государства, они должны быть абсолютно бесплатны. Но, к сожалению, пока у нас ситуация совсем выглядит по-другому. Да и вопросов по этому фонду тоже много. На мой ответ, то есть ответ на мой запрос, когда я получил, там некоторые цифры, допустим, я не увидел. Я интересовался по заработной плате сотрудников этого фонда медицинского страхования. Сколько получает? Там стандартная отписка в среднем получается 450 тысяч тенге получает работник этого фонда. Ну, интересует гораздо другое. Интересует, какие зарплаты получает руководство вот этого фонда. Насколько это справедливо. И учитывая, что эта система не работает должным образом, и если вдруг они получают большие такие зарплаты, премии, как вы, может быть, слышали до этого в разных квази-государственных предприятиях, там миллионы не получают они под конец года, то эта зарплата себя не оправдывает. Асхатур Магомбетович, ну вот на самом деле мы упустили главное, что мы за эту тему-то зацепились. Недавно министр Ажар Гиньяд заявила, что нужно, ну, по ее предложению, нужно лишать права вождения автомобиля тех, кто, значит, не делает вот эти взносы в ОСМС. Два вопроса сразу. Как вы относитесь к этой инициативе? Первое. И второе. Почему министр здравоохранения озвучивает такие достаточно радикальные меры, такие предложения? Ну, начнем со второго, скорее всего, со второй части вопроса. Скорее всего, это ее личное было какое-то мнение, ничем не подтвержденное, никакими расчетами, никакой анализом. Я вот сам впервые вот это слышу. Но если меня спрашивать, если вдруг серьезно бы поднялся этот вопрос в стенах парламента или правительства, мы решительно выступили против. Право передвижения человека свободно по территории, это его конституционное право. Оно не может быть никак ограничивается, тем более теми вещами, которые государство само приняло. То есть, обязательный внос, обязательное медицинское страхование. Если она вменяет какому-либо гражданину определенную какую-либо обязанность, и от этой обязанности, не исполнения этой обязанности наступает какая-то санкция, эта санкция уже как бы есть, его просто не принимают в поликлиниках, то еще и дополнительно его чем-то нагружать какой-то обязанности санкциями в виде лишения прав или запрета передвигаться на автомобиле, я думаю, это полный абсурд. Да, вот я еще хотела спросить, а есть ли какие-то другие формы медобслуживания, которые практикуются в других странах, на которые, ну, успешный кейс, на который мы можем, системы, да, на которые мы можем ориентироваться и что-то вот перенимать и применять в себя. Если страхование у нас уже не работает, уже сколько лет, тогда в 90-х этот Талабкер украл, сейчас тоже система не работает, на что-то ориентироваться надо? Ну, в мире существует несколько систем, бюджетные системы, да, когда государство там оплачивает полностью за человека и его медицинское обслуживание. Страховая система, да, накопительная система еще, когда люди уже сами, исходя из своих доходов, откладывают. Но это справедливо для тех стран, которые имеют стабильную экономику, у людей большинство есть заработная плата, уровень безработицы очень низкий, у нас в Казахстане, к сожалению, да, нужно отметить, что те же самые самозанятые, да, нужно их, по большей части, я думаю, справедливо относить к безработным, чем нежели постоянно работающие, имеющие стабильный доход. Вот, и есть смешано. Наши в Казахстане все наварено в кучу. Где-то есть бюджетная система, да, это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, где-то есть страховая, это обязательный фонд, обязательно социально-медицинского страхования, вот оно все смешано. Но еще есть у нас четвертый, люди идут в платные, люди идут в платные поликлиники, стоматологии, посещают там МРТ, делают какие-то анализы, диагностику проходят дополнительную платную, вот, все намешано. Для Казахстана сейчас, вот, понимая, да, насколько сейчас в связи с этими гипотическими всякими ситуациями, насколько сложна сейчас экономика и постоянно штормит в целом мировую экономику, я думаю, что справедливой была бюджетная система, да, когда государство наберет в себя обязательства по охране и здоровью каждого гражданина. Ага, то есть вы, значит, за бюджетную систему, да, ОСДП и вы лично. Да, тогда вот последний еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще масштабы коррупции в медицине сейчас? Вот мы уже затронули частично вот эту историю с Талабкером и Манбаевым, когда огромные средства были выведены из страны, по сути, украдены. Сейчас вообще как, каковы масштабы коррупции именно в системе здравоохранения? У меня такой информации доподлинно нет, да, но учитывая вот этот случай, учитывая в прошлом году или в позапрошлом году, когда в Актау тоже 17,5 миллионов было украдено из этого фонда, из этой системы. Это только то, что мы знаем, да, на самом деле, если покопаться, если целенаправленно проверять вот эти все работы, работников работы у самого фонда, то я думаю, что могут вскрыться еще случаи. Вот, но окончательно что-то утверждать я сейчас не могу, да, и это будет, ну, и непрофессионально, если я буду говорить, что там большая коррупция. Да, она есть, вот факты эти вскрылись, да, за этим надо смотреть, это надо расследовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!